Добрый вечер, уважаемые телезрители, в эфире телеканала Автоплюс, программа Попочек. Меня зовут Александр Гусаров. И тема сегодняшняя – это проблемы прогулочного флота, проблемы маломерного флота. Все, наверное, сталкивались с тем, что по нашим водоемам, как по рекам, так и по озерам, появилось очень много маленьких, небольших плавсред. Что это такое? Мы определимся, естественно, вначале с понятием вообще, что такое маломерный флот. И попытаемся объяснить, что такое безопасность, стоит ли сдавать на права и вообще, почему надо учиться водить даже водный мотоцикл. Ну, а в гостях у нас сегодня Юрий Викторович Власов, он шеф-редактор журнала «Прогулочный флот». Правильно я сказал? Да, все правильно. И хорошо, он знакомый, Сергей Васильевич Жиров. Он вице-президент Московской Федерации, правильно будет, водно-моторного спорта. Добрый вечер. Здравствуйте. Огромное спасибо, что пришли. Ждем мы, естественно, ваших звонков и смс-сообщений. Телезритель, который задаст самый интересный вопрос по итогам недели, получит комплект вот этих вот оригинальных часов телеканала «Автоплюс» с символикой канала. И мы начинаем. Давайте определимся с понятием. Что такое вообще маломерное судно? Значит, вот вы сначала сказали, что прогулочные суда. И я бы, так сказать, и говорил о прогулочных судах, потому что если взять маломерные суда, то сейчас, по теперешним понятиям, маломерные судно – это судно длиной до 20 метров с количеством людей на борту не более 20 человек. Это маломерные судно. Но в состав маломерных судов входят прогулочные суда, процент которых составляет порядка 95-97% от общего количества маломерных судов. И поэтому, конечно, резоннее говорить о прогулочных судах, которые люди покупают для, так сказать, в общем-то для удовольствия. Это игрушки своеобразные. Дорогие, опасные и так далее и тому подобное. Но это игрушки. Потому что, если, допустим, легковой автомобиль – это транспортное средство, на нем человек ездит на работу за покупками, по делам и так далее и тому подобное, то вышел, посмотрел на небо, плохая погода, не поехал кататься. Дождик пошел, вернулся обратно. Понимаете, это игрушка. Захотел – поехал, не захотел – не поехал. Нет необходимости на прогулочных судах. Поэтому, так сказать, у населения и складывается какое-то такое совершенно для меня непонятное мнение, что это все вещи какие-то несерьезные. Ну, что, поехал, сел, завел, поехал. Понимаете, их злоупотребляют мощностью и так далее. Простите, вот я перебиваю. 20-30 сил, насколько я понимаю, такое судно, оно может разогнаться где-то до скорости, ну, может, там, Сергей Васильевич меня поправит, если я вдруг не прав. Это, в общем-то, 35-40-45 километров в час, а это много. Абсолютно правильно. Для воды это безумная скорость. Абсолютно правильно. Абсолютно правильно. Но то, что вы говорите, это вчерашний день. Потому что сейчас, так сказать, скорости на воде 80 и более километров в час – совершенно нормальное явление. Это не из ряда вон выходящие скорости. Понимаете? Поэтому, вот я недавно, я недавно получил интересную статистику. Я долгое время добивался узнать, какой же состав прогулочных судов по величине. Так, значит, ГИМС такой статистики не ведет. Вот. И я узнал статистику продаж лодочных моторов по России в среднем. И получилась интересная картина. Моторы до 5 лошадиных сил, их продается порядка 44%. До 10 лошадиных сил еще 11%. И до 75% еще, по-моему, 42%. Итого, до 75 лошадиных сил продается всего в стране 97% всех судов. А остальные 3% – это вот на эти вот мастодонты, которые есть. Крупные, большие суда, там более 7-10 метров длиной. Поэтому основная масса – это вот этих вот мелких судов. Понимаете? И люди сейчас, почему-то вот пошла такая тенденция, злоупотребляют мощностью. И на лодке, так сказать, ставят моторы сверхдопустимой мощностью. Но это, в общем-то, можно объяснить, поскольку, если раньше определял максимально допустимую мощность мотора, так сказать, ГОСТ, с точки зрения безопасности, ГОСТ устарел. Так сказать, ГОСТ – это вот самый график. Он всего до 110 лошадиных сил. Всего. Значит, надо делать новое, что-то такое решать. А, в общем-то, решения никто не принимает. Хорошо. Сергей Васильевич, а вот как это за границей? Вы, слава богу, достаточно часто там бываете. Естественно, вы общаетесь. Каким образом всё это происходит за рубежом? Потому что судов там не меньшее количество. Я сам неоднократно, будучи за границей, наблюдал такую картину. В пятницу вечером или в субботу рано утром семья выезжает, сзади прицеп с катером, с маленькой яхтой. Они едут на озеро, на реку, куда-нибудь. Они её сами стаскивают, катаются. Каким образом там всё это обстоит? Аналогия примерно такая же, как и с государственной инспекцией маломирных судов у нас. С одной стороны, которая, к сожалению, не совсем хорошо и правильно и строго работает. И вторая аналогия – это точно так же, как дорожное движение на автомобилях и на мотоциклах. То есть там культура судовождения намного выше, на мой взгляд, потому что более жёсткие требования. И так как там люди более дисциплинированные и организованные, то, соответственно, и травматизм меньше, и ответственность больше. У нас, например, совершенно легко происходит такая ситуация, что люди или после бутылки пива, в лучшем случае, в худшем, ещё после значительно более крепких напитков, без спасательных жилетов, без какой-то предохранительной одежды, катаются, нарушают все мыслимые и немыслимые правила, даже человеческие. Не то, что движение по водным путям. Например, кататься на пляжах, где люди купаются, на водных мотоциклах. Это водные мотоциклы – это вообще беда. Ну да. А если напомнить нашим зрителям о водных мотоциклах, то сейчас на больших сидячих водных мотоциклах устанавливаются двигатели мощностью 250 лошадиных сил. Не 20, не 30, а 250 лошадиных сил. И они совершенно легко, запросто, в течение 2-3-4 секунд разгоняются до скорости 100, 110 и даже 120 км в час. Это же безумно, ведь когда-то, когда ставились рекорды скорости на воде, я помню, достичь скорости в 120 км в час, это было вроде совсем недавно очень тяжело. Вот любой человек может пойти в мотосалон, в магазин и купить такой водный мотоцикл мощностью 200-250 лошадиных сил, не имея никакой подготовки. И у него никто не будет спрашивать, есть у него права, нет у него прав. А, то есть вот таким образом. То есть я могу, имея деньги? Нет, в магазине не спрашивают. В магазине не спрашивают. То есть это фактически, по большому счёту, это оружие? Да. Это оружие. Это снаряд. Это самый настоящий снаряд. Разрешить продажу, вот сейчас мы все соберёмся втроём, пойдём в оборуженный магазин, купим три автобата и пойдём себе домой совершенно спокойно. Ну, приблизительно. Вот совершенно реальная ситуация. Человек покупает такой гидроцикл, ставит его на прицеп и держит его у себя в гараже. Приезжает на любой водоём, спускает и катается без номеров, без прав, без ничего. Понимаете? Достать его может инспектор, только в том случае, если у него есть такой же гидроцикл. Ну, собственно говоря, да. Понимаете? Достать его может. Потому что его инспектор говорит, пойди сюда, он включает газ и всё. Ну, бензин-то у него тоже кончится. Ну. Когда-то же он вернётся на своё место. Ну, когда-то вернётся. Понимаете? Поэтому тут необходим и контроль, и на дорогах, пока он её везёт. Так сказать, и контроль. Во-вторых, надо инспекторов оснащать соответствующим образом. Тут много всяческих проблем. Но реальная ситуация вот такая. Хорошо. Сейчас мы послушаем звоночек и потом продолжим. Потому что хотелось бы затронуть именно тему обучения. Каким образом оно происходит, как. Я думаю, это тоже будет интересно людям. Может быть, кто-то, кто купил вот так вот мотоцикл, заинтересуется тем, почему он должен получать эти права. Добрый вечер в эфире. Алло. Алло, добрый вечер. Алло, Александр из Самары. Очень приятно. Вечер добрый. Я хотел купить надувную лодку и мотор 5-сильный, лодочный. Но проблема в том, что в магазинах везде импортные. Наших нет. А импортные дорогие. И говорят, запчастями сложности бывают. А сейчас такая ситуация у нас в Самаре, что вообще везде. Даже импортные моторы исчезли в магазинах. Я хотел бы спросить, а почему отечественного производства не продают? Ну, отвечать? Ну, вопрос, наверное, не совсем к нам. Спасибо, конечно. Ну, я отвечу, если хотите. Значит, дело все в том, что вы говорите о 5-сильном моторе. Значит, у нас в Советском Союзе очень давно выпускался подвесной лодочный мотор «Прибой». По определенным обстоятельствам он очень давно снят с производства. И вообще сейчас отечественные моторы строения, я имею в виду подвесных лодочных моторов, находятся в крайне, так сказать, затруднительном состоянии. «Нептун-23» сейчас, насколько я знаю, не выпускается. Так сказать, ветерки тоже не выпускаются. Вот. Так сказать, единственный, по-моему, кто еще на плаву, это «Вихрь-30». И то его выпускают. Если его делают там 5-7 тысяч штук в год, то дай бог, нету отечественного мотора строения. Вот. А относительно того, что покупаете, если вы собираетесь покупать импортный мотор, то совет вам мой вот такого плана. Прежде чем выбрать фирму, какую вы собираетесь купить, поинтересуйтесь, есть, имеет ли эта фирма сервис-центр, и насколько этот сервис-центр гарантирует поставку запчастей. Потому что я знаю, некоторые моторы, они принимают мотор на гарантию, но запасную часть они поставляют через там 2-2,5 месяца, когда уже сезон кончается. Вот на эти моменты обратите внимание. Так, ну, это не совсем по теме был. Насколько я знаю, вот... Спасибо. Ну, да, естественно, мы удовлетворили его любопытство. Насколько я помню, по-моему, в 2007 году правило о том, что любая школа, которая занималась обучением и выдачей прав, она должна была регистрироваться в ГИМС МЧС, правильно это? Да. После 2007-го это условие отпало. Или оно до сих пор существует? Нет, сейчас регистрация добровольная. Хочешь заявлять, хочешь не заявлять. То есть, фактически, грубо говоря, вот я, не имеющий прав, ну, даже если, ну, так получилось, я могу тоже заняться обучением? Ведь это же неправильно. Государственный контроль, в этом смысле, дело тоже важное. Нет никакого контроля. Ну, как, инспекция же ездит. Значит, в положении о ГИМСе у них нет такой функции, как вести контроль за, так сказать, обучающими организациями. У них нет такой функции. А почему их лишили этой функции? Ну, кто их лишил, я не знаю, так сказать. Я говорю, что нет такой функции. Вот и все. А кто, почему, я не знаю, почему. Так же, как вот у них, у ГИМСа, например, нет такой функции, как надзор за строительством прогулочных судов. Вот в процессе строительства за судами никто не наблюдает. Каждый строит, как он хочет. Вот и все. Почему? Откуда я знаю, почему? Вот. Относительно, значит, экзаменов, значит, что я могу сказать? Значит, сегодня я позвонил, так сказать, своему издателю, который издавал мой учебник, спросил, как идет продажа. Вот. И вот он мне, значит, сказал такую вещь, что продажа идет, хотелось бы лучше, но огромный спрос на экзаменационные билеты и на различного вида пособий по подготовке к сдаче экзаменов. Ну, это же хорошо. Это значит, люди интересуются. Нет, пособия по подготовке к сдаче экзаменов, не по управлению автомобилем. Нет, по подготовке к сдаче к экзаменам, а не по управлению. Вот вы абсолютно правильно подметили. Вот. Вы понимаете, какая вещь? Вообще-то говоря, что если человек готовится по экзаменационным билетам, так сказать, и изучает экзаменационные билеты, ничего в данном случае предосудительного нет. Но в том случае, если эти экзаменационные билеты качественные и охватывают, собственно говоря, всю программу, понимаете, тогда да. Вот давайте посмотрим, так сказать, я хочу проиллюстрировать качество, так сказать, современных экзаменационных билетов, так сказать, по которым сейчас люди сдают экзамен. Вот, в частности, так сказать, вот билет номер два, вопрос номер два. Вот задается вопрос, чему равна пассажировместимость катера грузоподъемности 750 килограмм про разъяснение в нем людей без багажа? Значит, количество людей на борту указывается в судовом билете и на шильдике, прикрепленном к судну. Судоводитель может только уменьшить количество людей при посадке. Вместо груза брать на борт людей он не имеет права. Это наказывают. Это вот вам экзаменационный билет. Нет, но это же тоже имеет отношение к безопасности. Если я вот в эту лодку, например, перегружаю и сажаю вместо разрешенных и положенных порядка семи человек, я сажаю туда двадцать человек, что с ней происходит, собственно? Она клюет носом, еще что-то. Значит, вот пассажировместимость, пассажировместимость лодки, допустим, пять человек, а 750, если разделить на что, получается семь, не имеет права он посадить семь человек. Ну, люди тоже разной комплекции бывают. Еще раз повторяю, русским языком не имеет права, какой бы комплекции, кто бы не был. Пять человек, пять человек, и все. Красный свет, перехода нет. Дальше. Вот возьмем такой вопрос. Простите, у нас звоночек, чтобы не заставлять ждать человека. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте. Детали, неспособно у вас, Новороссийска. Я уже есть катера «Фор Винс», ну, довольно-таки мощная, 500 лошадиных сил, такой частный, подвозочный. Значит, мы лежим на море, у нас здесь ситуация чуть-чуть другая. Здесь все катера, приписанные к яхт-слугам, которые имеют, естественно, выход в море с пограничниками обязательно. То есть надо. Каждый катер, который купил, ты не можешь просто спустить в море, обязательно получить номера, выход в море у пограничников и так далее. Но я вот думаю, что это какой-то лукавство. Я, честно говоря, не в курсе, как вот, ну, скажем, на реках, в Москве, там, в Москве. Но я уверен, что так же должна быть какая-то система, что все катера должны быть куда-то приписаны. И мне кажется, вот, не совсем как бы правильно говорить, что если человек купил мощный катер, он гоняет, пьяный или не пьяный, то есть, вот, скажем, здесь у нас практически пьяно выйти в море невозможно. Потому что даже кто-то директор яхт-клуба отвечает за свой выход в море. Поэтому, мне кажется, вот, как-то здесь именно лукавство и на с яхт-клуба нет. И приписка этих катеров, вот, если можно, вот, как-то вот, пусть прокомментируют, как это вот в Центральной России. Спасибо. Ну, катера, все катера, вообще-то говоря, все, что принадлежит частным лицам, должно стоять, если это подпадает под определение маломерного судна, это должно стоять на учете в ГИМСе. Зарегистрировано в ГИМСе и иметь регистрационные номера и судовой билет, который подтверждает право собственности человека на это судно и то, что оно зарегистрировано. Собственно, это нормальная ситуация, ведь когда мы покупаем автомобиль, мы же не ездим без номерных знаков. Ну, естественно. Потому что нас остановит любой сотрудник. Простите, ДПС, как бы, потребовав документы, у меня никаких документов на автомобиль может не быть, он мне просто имеет право отобрать то же самое. А здесь вещь-то опасная, в общем-то, и любая водная поверхность, здесь очень четко надо помнить, что он не останавливается, у него нет тормозного пути, нет тормозных механизмов. Ну, конечно. А относительно того, куда приписано судно, это вопрос второй. Потому что вы можете свое судно хранить у себя на дачном участке, пожалуйста, в гараже, где угодно. Важно, чтобы когда вы выходите на воду, у вас был бортовой номер и, так сказать, свежий техосмотр. Вот и все. И пожалуйста. Нет, ну товарищ совершенно правильно говорит, что когда речь идет о всяких пограничных делах, о море, это ясное дело, контролируется пограничниками, да, и там очень строго наблюдают власти за тем, чтобы действительно какому-то яхтклубу или причалу, как иногда на Черном море говорят, это судно было приписано. И там капитан этого самого причала или яхтклуба несет ту или иную ответственность за и состояние, и за действие вот этого своего судоводителя-любителя. А на внутренних путях такого, в водных путях, такого требования нет. И действительно можно хранить и на участке, и в гараже, и в яхтклубе. Но если у тебя катер более-менее большой, то таскать его все время туда-сюда, ясное дело, неудобно. Вот то, что мы видели сейчас на картинке, его особо не потаскаешь. Его особо не потаскаешь, и поэтому владельцы его ставят в какой-то яхтклуб, заключают договор, но это по их желанию. Это необязательное требование. Кстати, вот очень интересно по поводу маломерных судов. Вот мы, кстати, вот стали говорить вначале, а с определением так до конца и не дошло. А что? До чего мы не дошли? Ну, как бы, насколько большая вот эта лодка, вот то, что сейчас показывают, она является маломерным судом? Ну, я же вам четко сказал. До 20 метров длиной, с количеством людей на борту, до 12, не более 12 человек. То есть 20 метров, ну это же огромное, в принципе. Почему? То есть понятие вот в водном транспорте 20 метров, это считается совершенно нормальным маломерным судном? Это является маломерным судном. И поднадзор на ГИМСу. Все, что выше, идет в Минтранс. Вот и все. Сергей Сергеевич, и за границей такая же ситуация? Не могу сказать. Значит, за границей примерно то же самое. Вот, в частности, в Евросоюзе то же самое. Единственное, что это, кстати сказать, там даже есть некоторых до 24 метров. Вот, длина судна до 24 метров. Вот, ну правда, в правилах Евросоюза сказано, что национальные правила могут ограничивать длину судна до 16 метров. Значит, вот наши национальные правила ограничили до 20 метров. Вот и все, собственно говоря, мы четко определились, что такое маломерный судн. Вот, мы к экзаменам вернемся, нет? Ну, конечно, можно поговорить. У меня, кстати, вопрос по поводу, по самому, вот мы уже говорили о том, что отобрали фактически права у ГИМС МЧС, то, что они раньше контролировали эти школы. Сейчас мы можем создать собственную школу. А будет совершенно спокойно. Значит, соответственно, интересен вопрос еще и о том, по поводу преподавательского состава. Ведь одно дело, как бы, когда школа была подконтрольна государственному учреждению, как это у нас, собственно, происходит со школами, которые, да, они вроде как частные на автомобиле, но, тем не менее, те же гаишники принимают экзамены. Это нормальная ситуация. Никто же не ругается. И если человек не сдает, а ведь такая же ситуация возможна и здесь. Понимаете, какая вещь? Мало того, что, так сказать, преподавательский состав не контролируется, сейчас практикуются вообще дистанционные обучения, так называемые. Есть отдельные школы, которые проводят дистанционные обучения. То есть вы по интернету, так сказать, заявляетесь, вам по интернету посылают вопросы, по интернету вы присылаете ответы. Дистанционное обучение. Есть такое. Я не хочу сейчас никого здесь рекламировать, но я знаю, реально, я был в этой школе. Все, они очень гордятся этим. Правда, надо сказать, что… А они проверяют, у них что, веб-камера стоит, когда я отвечаю на вопросы? А, кстати, сказать, они говорят, что у них по договору, значит, преподаватель может в любой момент включиться в программу и посмотреть, что он делает. Но это все равно не защитит меня. Я могу иметь два IP-адреса. С одного я буду отвечать на вопросы, а со второго я буду совершенно спокойно в интернете искать ответы на эти вопросы или просто читать инвенционные билеты. Вы понимаете, какая вещь? Значит, вот опять же, я все-таки хочу вернуться к качеству билетов. Вот если позволительно я приведу примеры, нет, я скажу… Лучше на словах, потому что у нас еще один звоночек висит, чтобы не заставлять людей… Ну, давайте, ответим. Давайте, естественно. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте, Валентин. Москва. У меня вопрос. Я получил судоводителя-любителя в зоне СНГ, ну, скажем, в Казахстане. Могу ли я их по этим правам, так сказать, пользоваться в Москве, в Московской области? Или мне нужно перерегистрироваться? Спасибо. Я, честно говоря, сейчас не готов ответить на этот вопрос. Спасибо. Я, честно говоря, не готов ответить на этот вопрос, насколько права, так сказать, выданные в СНГ, действительно в России. Не готов, не могу. Врать не хочу. Ну, я думаю, что нужно товарищу сходить на улицу Чеплыгина, дом 15, в Московский ГИМС. И там с ним с удовольствием побеседуют. И думаю, что там ему просто наши отечественные права выдадут. Ну, скорее всего… Может быть, с каким-то очень небольшим экзаменом. По большому счету, аналогичная ситуация была и с правами, национальными правами, выданными в бывших республиках СССР. Когда проводился обмен, нужно было кому-то сдавать экзамены. Все зависело, видимо, от той республики, ну, теперь страны, бывшей СССР, в которых ты их получил. Могу дать телефон московского ГИМСа. Я думаю, человек умеет пользоваться интернетом, он совершенно спокойно найдет везде. И у нас еще один звонок. Добрый вечер в эфире. И у нас еще один звонок. Добрый вечер в эфире. Да, добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Эдбаев, Евгений Николаевич, Московская область. Да-да, добрый вечер. Ну вот, я хотел задать такой вопрос. При Советском Союзе была такая мера, что некоторые маломерные суда размером менее определенного размера не регистрировались. Натурные лодки, типа там язвы, всякие. Какие сейчас порядки? Значит, сейчас, как вот мне известно, не подлежат регистрации грибные лодки с моторами до 5 лошадиных сил. То есть, фактически, спасибо большое за вопрос. То есть, фактически, если у меня весельная лодка, на которую можно подвесить мотор 5-сильный. Да, и вот сейчас я разговаривал, что называется, с инспекторами, которые на воде. Они говорят, что от этого решения очень много головной боли. То есть, люди покупают, не интересуются, ничего не знают, выходят на судовой ход, ловят рыбу на судовом ходу и так далее. То есть, начинается какая-то типа вакханалия. По-моему, это решение, так сказать, ошибочное. Кстати, насколько, сколько внимания вообще уделяется безопасности и, может быть, дать, особенно начинающим, людям, которые, может быть, точно так же, как вы говорили, просто купили что-то, выезжают в субботу-воскресенье и катаются. Чего лучше не делать и не пытаться делать никогда, поскольку, ну, до эфира мы с вами говорили по поводу выбега баржи. А, собственно, это, ну, это же ужасная вещь, в общем. Ну, что я могу сказать, что, во-первых, надо всегда иметь трезвую голову. И прежде чем чего-то делать, надо думать. Кстати, извините, вот еще дополнение вопросов. Вот Сергей Васильевич сказал, что очень часто люди выпивают бутылку пива и еще что-то. Имеет ли право сотрудник, который останавливает, предположим, мой катер, проверить меня на состоянии алкогольного опьянения? Есть ли у него эта возможность? Значит, у сотрудников, в данном случае действует кодекс по административным правонарушениям, который обязательный. Для всех, для всех, все, что прописано в кодексе по административным правонарушениям, касательно пьянства и так далее, все действует везде. Поэтому тут разделять, что вот сотрудник ГИМС и так далее, это, так сказать, все действует. Вся сложность заключается в том, что согласно кодексу по административным правонарушениям, так сказать, человека признать, что он в нетрезвом состоянии находится, может только врач. Это да. Понимаете, да? А вот теперь представьте, инспектор задержал человека, который увидит, что он, так сказать, в люлю, пьяный, извините за выражение, да? Что он должен сделать? Он его должен взять с лодки, куда-то отвезти до берега, погрузить в машину, отвезти в больницу, в поликлинику, там определить, что он пьяный и так далее, и тому подобное. Ну, вот и все. Вот вам вся история. Поэтому, поэтому я читал за восьмой год, по-моему, за восьмой год отчетность по нарушениям ГИМСа. Они за год по России задержали, так сказать, лишили прав за пьянство 160 человек. По России. Я когда начал разговаривать с заместителем начальника ГИМСа, я говорю, слушай, я говорю, это же, я когда был инспектором, мы столько за месяц задерживали, только по Москве. Вот. Он мне объяснил, да, вот такая ситуация, а что делать? Ну, она, в принципе, патовая. Ну, а что делать? Понимаете? Вот такая вот ситуация. Так вот, я все-таки хочу вернуться, как говорят, свое, черт, свое, хочу вернуться к экзаменационным билетам. Вот. Понимаете, какая вещь? Можно людей готовить по экзаменационным билетам, но экзаменационные билеты должны быть очень качественные. Понимаете? А, значит, если взять современные экзаменационные билеты, то я вот некоторое время преподавал, сейчас, так сказать, не преподавал, преподавал на курсах. И вот, представьте, такую ситуацию. Отчитали курс лекций, дальше делаем прогон по билетам. Ну, чтобы, так сказать, проверить, как люди усвоили. И вот, очень часто встречается такая ситуация, что приходится курсантам говорить, что вот на этот билет правильный ответ вот такой, а зачетный, запомните, зачетный, за который вы получите зачет, он вот такой ответ. Вот этот ответ зачетный, а правильный вот этот ответ. В билетах может быть, ведь билет как построен? Там вопрос, картинка и четыре варианта ответа. Ну, собственно, как и экзаменационные билеты для водительских прав. Вот так построен. Значит, есть билеты, в которых три правильных ответа. Есть билеты, в которых ни одного… Хотите, приведу пример? Ни одного правильного ответа нет. Понимаете? То есть, сейчас, скажем так, вот всего 200 вопросов. То есть, 20 билетов по 10 вопросов. Да, 200 билетов. Значит, получается вот такая вот интересная статистика. Так, сейчас, 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 перелесну. Значит, получается такая интересная статистика. Из 200 поставленных вопросов, 68 или 34% вопроса, вопросы типа, как называется? Талия на эдитах. Да какая мне разница, как она называется? Я вот когда принимал в свое время экзамены, да, люди приходили, мне отвечали, шпанголы, стрингеля. То есть, вместо шпангола и стрингера. Понимаете, да? Ну, я не обращал на это внимания, потому что он гинеколог. Понимаете? Ну, и какая ему разница, в конце концов. Главное, чтобы он умел безопасно управлять. Понимаете, какая вещь? Значит, вот такая вот ситуация. А здесь, вот, дальше. Вопрос, так сказать, это самый. Дальше, значит… Сейчас, секундочку. Так, по той же причине, вопрос, какая переоденчивость представления маломерного судна технической осубъективности повторяется? В третьем, шестом, двенадцатом и тринадцатом билетах. Вот уж это совершенно необходимо знать, да, вот настолько это важен вопрос, что у нас в четырех билетах повторяется. Нет, ну, если говорить, простите, о техинспекции, мы же знаем совершенно четко по техталону в автомобиле, когда его надо везти, когда нужно проходить техосмотр. Ну, зачем тратить экзаменационное время на это? Хорошо, поставим вопрос по-другому. Тогда вы что хотели бы видеть в этих билетах? Вот, лично вы. Я хотел бы, чтобы человек, если уж он взялся, что называется, готовиться по билетам и выучил все билеты, что он знал элементарные, так сказать, приемы безопасной эксплуатации. Вот я что хочу. Понимаете, поэтому билеты нужно делать грамотно. А то, что вот сделаны билеты, вот, к сожалению, времени нет. Я бы сейчас мог продемонстрировать эти самые вопросы. Нет, ну, это тема отдельного разговора, вот эти просто по билетам. И я думаю, это будет мало всем интересно, к сожалению. Как мало интересно, когда люди по ним сдают экзамены. Вы же понимаете? Люди по ним сдают экзамены. Человек сдал экзамены. Все, он считает. Все, он все знает. Он аттестован, и он может безопасно эксплуатировать лодку. А на самом деле он ничего не знает. Ну, собственно говоря, выдавая права автомобилисту, никакая автошкола не гарантирует, что в случае, я не знаю, экстремальной ситуации он поведет себя так или иначе. Почему существует школа повышения квалификации? Сергей Алексеевич, я разве не прав, если говорить о, предположим, чем интересен, кстати, спорт для маленьких? Мы говорили о том в этой студии не раз, что за границей практикуются уроки физкультуры, сдвоенные, стройные. Четыре урока подряд, когда детишек вывозят на автотрассу, дают картинги и учат их управлять автомобилем. То же самое происходит ведь с детишками. Если с младшего возраста, особенно в тех местах, где есть водоемы, где есть судоходство, какое-никакое, Москва, Санкт-Петербург, крупные города, таких городов достаточное количество, с большими реками, с озерами, где люди ходят на лодочках. Вот, это не идеальное решение этой проблемы – воспитывать с детства. Ну, на самом деле, такой пример и уже достаточно давно существует. И в водномоторном спорте это является очень важной частью. Ну, например, здесь такое направление под названием «Формула будущего», когда дети в возрасте от 8 до 16 лет получают именно на уроках физкультуры, это началось, кстати, в Германии, получают на уроках физкультуры, проводя специальные занятия, первоначальные навыки управления маленькой лодкой с надувными бортами, с мотором от 8, ну, примерно там до 12 до 15 лошадиных сил. Да, да. И по этой так называемой «Формуле будущего», кстати, там есть одно из упражнений – это вязание морских узлов, это тоже очень занятная штука, проводится примерно с середины 90-х годов и чемпионаты Европы, и чемпионаты мира. И вот наши ребята, наши отечественные российские ребята, в течение многих лет занимали очень хорошие места, и у нас много вот таких вот маленьких чемпионов Европы и мира, и в прошлом году в том числе. Но, к сожалению, там, если раньше можно было охватывать такими занятиями, ну, например, по опыту Петербурга, порядка за сезон нескольких тысяч ребят, а это очень много, это очень много, то, ну, естественно, нужна была помощь местных властей. То вот в последние годы власти значительно меньше уделяют этому направлению внимания, ну и, соответственно, количество обучающихся и участвующих в соревнованиях тоже снижается. Но, в принципе, да, вы действительно сказали, это очень важная часть. И Международный автоматерный союз этому направлению уделяет очень большое внимание. Во всяком случае, пытается всеми методами привлечь к детскому такому ознакомительному спорту внимание больших, больших... 1200 человек – это действительно много, потому что всё-таки лодка – это не автомобиль, это не просто... Действительно, вот правильно я соглашусь, Юрий Викторович, что это всё-таки большей степени развлечения. Зачастую это даже как-то, ну, некая возможность показать свой социальный статус, потому что содержание любой лодки, оно обходится недёшево. Сергей Васильевич абсолютно правильно сказал, что местные власти, и вообще власти этому уделяют очень мало внимания. Я не знаю, правильно или неправильно будет назвать сейчас город. Я вот на Медне был, да. Я был в городе, так сказать, в спортивно-техническом клубе. Команда этого клуба занимает постоянно призовые места по России, так сказать, обходя зачастую Москву и Петербург. Понимаете? Но директор этого клуба вынужден платить за аренду земли миллион в год. Понимаете? Миллион в год он вынужден платить за аренду земли. За какие средства, так сказать, собственно говоря, воспитывать молодёжь? За какие средства молодёжи заниматься спортом, если он миллион должен отдать за аренду помещений? Да плюс ещё говорят, там, облагают налогами и так далее. То есть спортивно-технические клубы приравнивают, так сказать, к производственной деятельности. Если он, допустим, занимается обучением в вождении на автомобилях или, там сказать, на лодках, то это уже считается производственной деятельностью, и с него держат налоги. А это единственный для него источник для того, чтобы купить технику, а, так сказать, заплатить тренером, потому что, ну, кто же будет бесплатно отработать? Заплатить тренером, там, и так далее, и там подобное. Я правильный согласен? Да, правильный. Вот, пожалуйста. Если раньше в Москве было от 12 до 15 спортивно-технических клубов, имеющих свои водные станции, то теперь все эти водные станции стали очень дорогими коммерческими частными яхт-клубами. Никакая работа ни с детьми, ни со спортсменами с ними не ведется. Все рассчитано на очень состоятельных владельцев других судов. Ну, и, соответственно, и соответственно. Но мы тут еще очень важную, на мой взгляд, тему не затронули. Вот Юрий Викторович очень хорошо и правильно говорил о том, что билеты не совсем качественные, по которым будущие судоводители сдают экзамены. Но мы вообще не сказали ни одного слова по поводу практических занятий. Кстати, да. Если давайте мы примем звонок, а то очень давно люди ждут. Мне надо ждать давно. Хорошо. Не, ну я не могу вас все время перебивать, иначе... Лучше перебивать, пусть люди не ждут. Добрый вечер, а в эфире. Алло. Алло, добрый вечер. Алло, здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Евгений Макаров, Москва. Очень приятно. Александр, у меня к вашим гостям вот такой вопрос. Я давно уже не перечитывал устав внутреннего водного транспорта, но, по-моему, если мне память не изменяет, там вменено в обязанность нести флаг с восхода до захода солнца. А вот на ваших включениях ни на одном маломерном судне нет российского флага. Есть Андреевский почему-то, какие-то еще. Как вот ваши гости относятся к такой... А что вы имеете в виду? Это триколор вы имеете в виду? Да, да, конечно. Триколор. Вы знаете другой российский флаг? Вы говорите Андреевский, это же не немецкий. Вот, это самое... Это вообще флаг конфедерации только что показывает. Что я хочу сказать? Что по статусу маломерное судно, если оно зарегистрировано в ГИМСе, имеет право нести государственный флаг. Право у него такое есть. А то, что они этот флаг не несут, этот флаг, ну, не всегда и обуваются. Спасибо большое за вопрос. Спасибо. Практические занятия, Игорь Васильевич. Вот, кстати, это на самом деле, наверное, самая важная составляющая обучения человека вождению, скажем... А что вы имеете в виду практические занятия? Ну, ведь сдавая на права... Ну, вот сейчас представить себе ситуацию. Получив права, я сдал экзамены. На автомобиль я имею в виду. Но сдав экзамены, мне никто права не даст. Я должен сдать еще и практические занятия. То есть я должен там, пусть они не всегда, можно спорить и говорить, что там не всегда это нужно, подъем в горку, там, трогание, там, еще что-то. Есть там вопросы какие-то. Но, тем не менее, я обязан сдать эти экзамены. Но на воде то же самое. И вы обязаны 60 часов отучиться в автошколе, практическому вождению. Да, кстати. Вот, значит, если вы сдали на права в ГИМСе, то вам тоже права не дадут. Там, по-моему, если не ошибаюсь, 10 часов практических занятий. Ну, на подавляющем большинстве курсов, судоводителей, любителей, практические занятия не проводятся вообще. Вот, насколько я осведомлен, так сказать, практические занятия проводятся не на базе, так сказать, курсов, а на базе ГИМСа. Вот в Москве, в частности, практические занятия, по-моему, проводятся в Захарково. Платят деньги туда, и там проводятся занятия. Вот, насколько я знаю. Вы можете ошибаться. Вы пошли на курсы, получили права, сдали теоретические экзамены, получили права судоводителя-любителя, имеете возможность управлять водным мотоциклом, но вас никто, на самом деле, управлять 250-сильным водным мотоциклом не учил. Значит, вот, опять же, Сергей Васильевич, вот, насколько я знаю, да, человек сдал экзамены зимой, теоретические экзамены сдал, да, говорит, когда я получу права? Весной. Когда откроется навигация, когда пройдете, так сказать, практические занятия. Вот это я знаю совершенно точно. Потому что я сам преподаваю. Ну, на чем они проходятся? Потому что, ну, действительно, если я покупаю 250-сильных... На гимсовских судах. Я там, правда, ни разу не был, не знаю, но они приходят к инспекторам, гимс там проводят. Проводят, не проводят, но зачет им ставят. Ну, вот об этом-то я идиот. Вот эту суденышку сравнить с 250-сильной машиной, в общем, действительно, которая весит, она и весит уже, наверное, 300 с лишним, да? Ну, 300 килограмм, но все равно. И 250 лошадиных сил. С гимсом, понимаете, какая вещь? С гимсом проблем выше крыши в этом отношении с гимсом, понимаете? Очень много проблем. Во-первых, вот, ну, билеты, подготовка – это одно, понимаете? Дальше вопрос касается, так сказать, вот учебной, не могу сказать, вот вроде бы как учебная литература, но не могу сказать учебная литература. А вот та литература, которая издается для подготовки к судоводителю, к судоводителю-любителю. Вот я взял книжку, мне недавно дали, я даже специально ее обернул, чтобы, так сказать, не показывать, что это за книжка и так далее, там подобное, да. Ну, не надо, не рекламировать там ничего, все, да. Вот открываем. Пятая страница, сам начал. Значит, пишут два морских капитана, капитан дальнего плавания пишет. Вот, значит, основы, основные размерения корпуса судна дала. Длина наибольшая – длина по ватерлинии. О габаритной длине не сказали. Зачем мне наибольшая длина? Это длина по обшивке. Длина по ватерлинии – это вообще… Зачем судоводителю-любителю? Ему важно знать габаритную длину. Как он, так сказать, впишется в бокс, как он между двух судов пройдет. Вообще, не сказали ни слова по этому поводу, да. Дальше смотрим. Это вот по этой книжке люди должны, так сказать, вроде как готовиться. Значит, остойчивость. Про остойчивость много сказано про медцентрическую высоту, медцентрический радиус там и так далее, там подобное. Это вы по-русски, да, сейчас говорите? Это вот потому, что написано. Вместо того, чтобы сказать людям по-простому и без затей, что остойчивость судна зависит от расположения центра тяжести. И если ты на водоизмещающем судне собираешься делать крутой поворот, то скажи, чтобы твои гости слезли с рубки, иначе ты опрокинешься. Вот, собственно, вся наука к чему швозится-то. Понимаете, а не медцентрическая высота, а медцентрический радиус. Ну, собственно, законы физики, они… Никто их не отменял на земле для автомобиля. Ну, объясняю по-человечески, ведь пишут кому? Терапевту? Понимаете, да? Какой его житель. Это самое. Или вот, допустим, дальше вот они пишут, да, что без все нормальной эксплуатации судно имеет рулевое, швартовное, якорное и спасательное устройство. Вот я не знаю спасательное устройство, понимаете? Я вот и капитан, и кто угодно, так сказать, спасательное устройство. Снабжение спасательное, спасательное устройство не бывает. Дальше. Якорное устройство. Служит, читаю, служит для соединения судна с грунтом. Якорное устройство служит для того, чтобы, так сказать, удерживать судно-стоянство, а не для соединения. Зачем им соединяться с грунтом? Так? Да. Или вот, допустим, сейчас еще перл один на КП, на 58-й странице. Вот, Сергей Васильевич оценит. Сергей Васильевич, вот скажите, пожалуйста, значит, как это? С винтом правого шага. Ну... Ну, что такое винт правого шага? Ну, или правого вращения, или левого вращения. Вращение ядно. Вращение, ну, не шаг. Ну, не шаг, конечно. Ну, я вот и про это и говорю. Ну, не говоря уже о том, что, опять же, в этой книжке сказано, что для того, чтобы спасать человека, который попал в воду, необходимо подходить с наветренной стороны. Вот человек плавает в воде, так, ветер дует отсюда. Человек подошел, судно подошлось на ветерной стороне, остановилось. Его валят. Его сносят. Его валят на человека, который в воде плавает. Даже если этот, вот, так сказать, страдалец ухватился за борт лодки, его начинают вытаскивать, его ноги подтаскивают под корпус. Ну, капитаны дальнего плавания, чтоб они так жили. Ну, понимаете, да. Ну, и вот такая вот, и вот сплошь такая, вот такая, вроде как. Но беру другую, сейчас, секунду. Беру другую литературу. Изданная, изумительно, изумительно изданная. Полиграфия, бумага, все, да. Открываю первую страницу, навскидку, да. Значит, лодка показана кверх ногами, стрелка показана, да, вот на эту часть написано. Дно. У судов нища, а дно бывает только у реки и у кастрюли. Вы уже говорили, еще у гроба я вам сказал. Ну, у гроба тоже, может быть, дно. Понимаете, какая вещь? Вот уже вот это, вот говорит об уровне авторов. Антон из Москвы, еще раз, тут очень много было вопросов, еще раз, видимо, не до конца поняли. Уточните, пожалуйста, на лодках до пяти лошадиных сил требуется регистрация и право? Нет, не требуется. Нет, не требуется. Антон, еще раз повторяем, в общем-то, еще один звоночек, я так понимаю, добрый вечер в эфире. Добрый вечер, меня зовут Илья, город Москва. Очень приятно. Яхтсмен с 20-летним стажем, просто последние пять лет на яхте не получалось выходить. Вот, мне в свою жизнь выдали сертификат яхтсмена Федерация парусного спорта города Москвы. Вот, яхтенный, рулевой, первого класса. Вот, соответственно, вопрос такой, насколько они сейчас действуют. Вот, и второй вопрос. Мне в свое время приглашали на регату в Англию. Там нужны были права, костал-шкипер, прибойные права, так называемые. Вот, и вопрос такой, можно ли их где-то в Москве получить в российской школе. Все, спасибо. Спасибо огромное. Есть, во-первых, Московская яхтенная школа, которая лицензирована в Англии, насколько мне известно. Они выдают, так сказать, права, именно парусная школа, да, яхтенная. Вот, они выдают эти все права, и все нормально. Вот, значит, очень долгое время было непонятно, куда же плыть яхтом. То есть, кто их ставит на учет. Сейчас вот никак не могу добиться ответа. Вроде сказали, есть письмо, так сказать, чтобы все яхты передать в Минтранс, все речь в регистр, потому что регистр будет наблюдать больше некому. Вот. Я задал вопрос начальнику инспекции, вот, скажем, на местах, скажем так, да, вот человек, который непосредственно. Я задал вопрос, что у вас, он говорит, а мы сейчас парусные суда ставим на учет, проводим техосмотр, если они с мотором, как парусно-моторные суда, и никаких вопросов нет, ставим на учет, и все. Вот, собственно говоря, что я по этому поводу знаю. Потому что там много по этому поводу было всевозможной драки, так сказать, там решали, как и что. Так сказать, там хотели, чтобы регистрацией яхт занималась, это самая ассоциация, Московская, это самая яхтная ассоциация. Вот. Она занималась регистрацией, но это невозможно, поскольку регистрацией транспортных средств, и любых из судов, в том числе, может заниматься только государственные организации, а не общественные. Вот. Я, честно говоря, перестал следить за этим делом, потому что они там, честно, я сейчас не знаю, как обстоят дела. Сергей Васильевич, теперь к вам вопрос такой вот. Мы вот говорили по поводу упражнений, обучения, часов, которые ты проводишь за рулем, штурвалом. Ну, рулем, неважно, потому что сейчас штурвалов-то не осталось уже, как таковых, в понятии. В общем-то, все равно это руль уже, больше на автомобиле. Сейчас океанские-то сюда кнопками управляются. Ну, вот в том-то и дело. Поэтому, наверное, стоило бы поговорить. Вот мы часто рассказываем о больших соревнованиях каких-то, да, то есть о формулах, еще о чем-то. Но вот есть любительское ралли, где люди могут приехать, в принципе, на довольно слабо подготовленном автомобиле и показать свой класс. Пусть среди таких же. Вот мы все одинаковые, да, вот мы имеем какой-то определенный накат, машинку. Вот если говорить о таких вот соревнованиях на тех же водных мотоциклах, еще что-то. Вот таким образом это можно популяризировать, заставить людей приходить, смотреть. Ведь это же интересно, особенно если это будут дети, даже если это взрослые люди, энтузиасты, которые просто будут собираться. Вот каким образом вот здесь вот это вот сделать? Поскольку летний сезон у нас маленький очень. Да, вы задали очень важный вопрос. И, к счастью, в нашей старой жизни была очень хорошая практика. Проводились многочисленные соревнования среди любителей на судах народного потребления. То есть вот на тех... Такое название, как все, отлично было. Да, да, суда народного потребления. Это те самые лодки, те самые моторы, которые обычные судовладельцы покупали в обычных магазинах. Это вот показывает, кстати, Тверь, международные соревнования, Кубок мира. Сейчас, к сожалению, не могу сказать, какой год. Но это уже не важно. На водных мотоциклах, да. Да. На водных мотоциклах. И соревнования были очень популярны. Причем они были многоступенчатые, если можно так сказать. Соревновались как просто любители и владельцы этих самых судов, так, в конце концов, были соревнования более высокого ранга. И тот наш знаменитый журнал, который до сих пор является очень популярным, «Катера и яхты», проводил свой кубок на приз журнала «Катера и яхты». В нем участвовали команды как любителей, таких уже продвинутых любителей, так и заводские команды, которые производили, заводы, которые производили ту или иную водоплавающую технику. Эти соревнования были очень популярны, и обычно они проводились на довольно протяженные дистанции. Иногда длина участков доходила до 100 километров. Были еще более протяженные соревнования, так называемые звездные пробеги, когда из разных городов в каком-нибудь месте Поволжья собирались любители, судоводители, и при этом они соревновались что-то типа ралли, только у всех была разная дистанция. Но там был свой специфический такой зачет, и тем не менее какие-то победители определялись. К сожалению, вот уже в нашей новейшей истории все это пошло на спад, и вот только-только сейчас начинает это очень важное и нужное движение возрождаться. Но там очень много проблем. Сейчас тут тоже немножко добавить, что Сергей Васильевич забыл сказать, что катера и яхты проводили, да, так называемые маршрутные гонки. И маршрутные гонки. Абсолютно. Но наиболее зрелищными, популярными были все-таки кольцевые гонки. Понимаете? Кольцевые гонки. Вот. Которые, значит, предусматривали, вот, старт-финиш, так сказать, дальше вот проходили, там один или два, там, или три поворотных буя, значит, третий будет тогда уже, значит, другой поворот. Вот. Ну, в основном кольцевые гонки без третьего буя, вот, между четырех гонок. Вот. И вот они и проводились там, сколько, по-моему, по полтора километра, там, пять кругов по полтора километра, но они разные там были по дистанции. Вот это вот, вот эти соревнования, они наиболее зрелищные. То есть, зрители и все участвующие видят, как вот человек стартовал, человек стартовал, да, вот, кто лидирует и кто приходит к финишу первым, кто последним, все это на глазах. Это зрелищность, прежде всего, чем как кольцо всегда интересно, тем, что ты все это можешь увидеть. Да. Мы чуть продолжим, у нас совсем осталось мало времени, у нас еще висит звоночек последний. И потом мы продолжим, потому что я хочу все-таки вот подвести некий итог под программой, то, о чем мы говорили, что же делать все-таки, как с этим быть-то вообще, вот с этим вот, вот то, о чем мы говорили в течение часа. Добрый вечер в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Я звоню из Санкт-Петербурга, меня зовут Анатолий, бывший ехтмен. Очень приятно. В 80-м году был чемпионом ОНИГИ. У меня такой вопрос, стоит ли где-то вопрос об упорядочении налогов на катера. Мы платим налоги 12 месяцев, разрешенная навигация 4 месяца. Остальное время катер стоит на берегу. Ну, этот вопрос, наверное, не к нам. Ну, вы задали очень больной вопрос, причем совсем больной вопрос, особенно для спортсменов, потому что, ну, например, в некоторых регионах налог на водный мотоцикл составляет 250 рублей с лошадиной силой. Если вы возьмете 250-сильный водный мотоцикл, на котором вы в конечном итоге 10, 12, 15 раз выходите на воду, то у вас годовой налог составляет 62 500 рублей. Покупайте, вещь хорошая. Я тут, вы знаете, как-то я писал статью в свое время, да, вот, о транспортном налоге. Вот, она, транспортный налог, все ли правильно. Вот там была приведена такая цифра, мне Сергей Васильевич помогал делать эту статью. Получалось так, что человек, который готовится участвовать в соревнованиях за, так сказать, сборную России, у него один час тренировки на гидроцикле стоил более полутора тысяч рублей. Один час тренировки. Это учитывая, значит, бензин и налог. Вот и пожалуйста. Вот, кстати, из Ростовской области, видимо, не зря несколько раз человек задавал вопрос, потому что Оксайский район, Ростовская область, у него требуют регистрацию судна до 5 лошадиных сил без прав. Ну, это, пусть позвонит, пусть ГЕМС позвонит. В общем-то, да, действительно, обратитесь в центральную головную организацию в Москве, в интернете вы найдете все телефоны и, соответственно, пожалуетесь просто. Если телефон горячей линии, я уверен, скорее всего, ГЕМС. Все же, 3 минуты остается до конца. Что мы будем делать-то с этим? С чем? С маломерным флотом, с прогулочным флотом. Можно назвать его как угодно. С этими катерами, яхтами, я не знаю, там, с мотоциклами. А что мы можем сделать? А что мы можем сделать? Мы можем сделать только одно. Мы можем сделать еще одну передачу и в этой передаче поднять все больные вопросы целенаправленно. Что вот так вот взять целенаправленно и все это дело вскрыть, как хирург нарыв. И что это даст? Во всяком случае, я думаю, люди задумаются. Люди задумаются. Я думаю, министр Шойгу, если услышит, так сказать, все, что у него творится на самом деле. Вы думаете, у него нет советников, и он об этом не знает? Не знает. Так не может быть. Еще раз, 100% не знает. 100% не знает. Такого не может быть, потому что... Еще раз говорю, что ну, вот как хотите. Вот если хотите, давайте сделаем еще одну передачу. Готов приехать на эту передачу и, так сказать, специально вот все это дело вот выложить в эфир. Все. Начиная от и до. Вот сейчас делается технический регламент разрабатывания. Федеральный закон. Технический регламент по безопасности маломерных судов. Вот я говорю слова и это самое. Понимаете? Вот готов сейчас. Время кончилось. Техническое голематье. Государственный закон, федеральный закон. А в законе написано техническое голематье. Ну, однозначно так заявлять все же не стоит, потому что есть тот же технический регламент, который... Отвечаю за свои слова. Ну, все равно, я еще раз говорю, что не стоит. Я все-таки не бросаюсь подобными обвинениями, потому что в любом случае это делать не стоит. Ну, может быть, я действительно несколько резок в своих суждениях. Это не стоит все-таки говорить, потому что... Ну, возможно. Ну, понимаете, ведь дело все в том, что нервы-то у меня не железные, а я читаю все это. Надо себя беречь. Сергей Васильевич, вам слово, буквально у вас 30 секунд. На мой взгляд, обязательно нужно уделять повышенное внимание любительскому, самому простому спорту. И вот эти вот всякие спортивные, может быть, даже самые примитивные соревнования, безусловно, будут способствовать культуре судоводителей. И в техническом плане, и особенно в плане безопасности люди начнут, в конце концов, на примерах, на выполнении каких-то соревнований учиться. И это потянет за собой решение многих проблем. Дай бог. Огромное спасибо, что пришли к нам в студию, потратили свое время. Спасибо вам, наши уважаемые телезрители. С вами была программа «Попутчик». Всего вам доброго. До свидания. До свидания. До свидания.